Представляете меня, да, сейчас дающего концерт где-нибудь? Как у нас, ДК Оргтехника. Ха-ха-ха. Из самых таких передовых спецслужб мира, как бы там ни было. И, например, если бы им нужно было бы тупо там завалить Навального, расстрелять его, они бы с этим справились. Здесь проблема в том, что они хотели его аккуратно отравить так, чтобы не сильно на них подумали, да, и облажались. Поэтому, в целом, конечно, это большой косяк российских спецслужб. Конечно, если сегодня провести соревнования среди спецслужб мира, Россия не войдет даже в топ-5, наверное, скорее всего. Но, тем не менее, это не делает их какими-то слабыми, чтобы мы сегодня недооценивали их. Они могущественны в том плане, что если в вопросах уничтожения там нас, меня, к примеру, недооценивать их нельзя. Это нужно очень сильно, серьезно к этому относиться и очень сильно заботиться о своей безопасности. Это важно. Нельзя говорить, да, это там слабаки, они ничего не могут и так далее. Они, вон, Навального не отравили, поэтому расслабьтесь свободно. Нет, друзья, не расслабляйтесь. Расслабляйтесь. Будьте начеку. С Навальным не получилось, с вами может получиться. И есть немало тех, с кем получилось. Дока Умаров, этот журналист-активист из Габардино-Балкарии, забыл его фамилию. Сколько таких случаев, которые у них получились? Есть много того, что не получилось, но есть то, что получилось. Поэтому недооценивать их нельзя. И самое главное, нужно понимать, что это абсолютно преступная организация. Сегодня из-за того, что Россия, в принципе, руководят преступники, их спецслужбы тоже превращаются в инструмент преступников. Поэтому они опасны. Надо как бы отдавать себе отчет. Потом все, расскажи про Янгул Баева. Кадыровский паблик писал, что он руководит Адатом, и ты про него говорил. Когда я про него говорил? Я не помню, чтобы я когда-нибудь говорил про Янгул Баева. Я читал этот материал, но, честно говоря, там все шло к тому, что будет какая-то сенсация. Я думал, что сейчас в этом материале мы узнаем, что за каналом Адат стоит Джамбокс, Джамбул Адумаров или Ахмед Дудаев или иллюзионист Чингиз Ахмадов. Я думал, что это такое. Настолько интриговал он. Сейчас мы там что-то сенсационное выпустим, будет какая-то деанонимизация, что-то, что-то. А в итоге выдалась статья, в которой какой-то чувак, который живет в Европе, в Страсбурге, стоит за этим каналом. Это как бы вся информация. И то мы не можем ее ни подтвердить, ни опровергнуть. Но даже, допустим, если это так, то мы и так как бы понимали, что за этим каналом, скорее всего, стоит какой-то чувак из Европы. Поэтому сейчас мы просто... Да если это так, если действительно этот парень стоит за этим, то мы просто узнали его имя. Ну а что это нам дало? Остальное, все, что пишется в этой статье, что у него там отец был судьей. Какое это имеет отношение к этому парню? У нас что дети отвечают за своих родителей? Короче, я так почитал, честно говоря, разочаровался. Думал, будет интереснее. И если этот парень, вот этот Ян Гулубаев, действительно стоит за этим каналом, то эта статья, она наоборот подтолкнет его к тому, чтобы он теперь с открытым забралом от своего имени будет вести эту деятельность. Если же за этим каналом стоит не он, то это большая подстава для этого парня. И здесь у него он станет перед выбором, либо он отречется, скажет, что его оболгали, он никак этому не причастен. Либо он скажет, ну так или иначе меня к нему приписали, теперь я буду им помогать и работать. В общем, этой статьей, мне кажется, тот автор оказал медвежью услугу самим кадыровцам, так как это только навредит им человек. У этого канала теперь, возможно, появится лицо. Такое возможно. Единственная проблема, которую они создали, это, наверное, вот тому, там, второй брат его, да, они говорят, что он находится в России. Если это действительно так, он действительно находится в России, то ему они, конечно, создали проблему, будь это статья правдой или неправдой. В любом случае для него будет проблема, так как даже если это неправда, все равно они его похитят, задержат, и там будет допрос с пристрастием. Поэтому, ну, в общем, для него это, конечно, проблема. А так, в целом, я какого-то большего интереса к этому я не испытываю. В том, что я тебя помню в школьные годы, футболка Нирвана, Продиджи Металлика, точно не помню, но ты любил такие футболки. Нирвана. Нирвана, да правда. В мои школьные годы у нас было такое нашествие, вот как сейчас, есть вот эти какие-то кей-поп, там, группы какие-то, там, рэп сейчас, да, популярен. В мои школьные годы был популярен рок, и молодежь, естественно, вся сидела на этой теме. Я был нирванистом, я любил Нирвану, Курт Кобан, там, все дела. Учился играть на гитаре, представлял, как я даю концерты. Кто-то увлекался металликой, потом появилась вот эта Продиджи, новая волна, рэйв, там, все переключились на это. Да, мы были молоды и глупы. Представляете меня, да, сейчас дающего концерт где-нибудь? Как у нас, ДК Оргтехника. А ведь это мог быть первый в мире чеченский рок, зря ты забросил. Увы. Увы. Кавказ. Саламу алейкум, Тумсо. Как красив твой путь, брат. Молю Всевышнего Аллаха сделать терпение и искренность твоими надежными спутниками на этом пути. А награда у Аллаха. Саламу алейкум ассаламу, рамку а баракату. Амин, баракаллаху, фейк, брат. Семидесятилетнему адвокату из Ростова в Чечне подкинули наркотики и посадили. Он посмел судиться с властями из-за земельного участка. Да, это известная история, это правда. Ему подкинули наркотики и осудили. Тумсо, ты считаешь, Суфия решитом своими братьями и сестрами? Нет, мусульмане не называют своими братьями и сестрами людей из заблудших групп или сект. Даже если они находятся в лоне ислама, все равно братьями и сестрами их не называют. Братьями и сестрами называют только тех, ту часть мусульман, которые находятся на убеждениях Алиосуна Вальджама. Таких людей называют братьями и сестрами. Любых из заблудших сект их называют именами их сект. То есть это суфи, это шииты, это моктазалиты, мурджииты и так далее. Но братьями и сестрами их не называют.